17 годов индивидуальный предприниматель Вячеслав перевозит пассажиров. За день у середнего помогает 200 человек добраться до места призначения. Маршрут выполняет добросумленно и не разумеет потребность контролировать перевозчиков. Если человек работает на маршрутке, ну, в принципе, занимается этим бизнесом, ему же надо заработать, а не дать кому-то отчет, работал он сегодня или не работал. У городских уладов и иншие меркования. Они частякомлены отрымливают звороты грамадян, які кажуть, что ходят маршрутки дрэнна. Пассажиры так само затекавлены, как у маршрутных такси з'явились и навигаторы. Тем более, что опыт есть. Уже год у режиме реального часу у специальном сервисе у смартфоне можно бачить, где находится потребный автобус або троллейбус. Можно подрассчитать время, когда можно быть на остановке. Хотелось бы, да. Будет дисциплинировать, наверное, даже самих водителей. Даже на встрече большинство перевозчиков согласилось с этим, что быть. Тут даже существует постановление Совета Министров на эту тему. Если в автобусы троллейбусы контролируется, то инмаршрутки обязательно будут контролироваться. А вось за чей кошт, поколь невядома. По информации Могилевского гарбы Канкама, худшие за все навигаторы будут набывать або арендовать сами перевозчики. Алена Соловьева, Александр Артемьев, Новины региона.